Все обращают на них внимание, говорят, ой, что это за классный браслет? А когда начинаешь рассказывать и показывать, люди хотят купить такой же, причем люди далеко не помешанные на гаджетах. Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец, и вы смотрите очередной выпуск Честного обзора. Сегодня в обзоре, как вы уже догадались, мы рассмотрим замечательные часики от Samsung под названием Gear Fit. На самом деле в продаже они появились уже в апреле, и где-то месяц я их использую. Но мой обзор именно потому и называется честным, что сначала я испытываю все на себе, а потом рассказываю вам, покупать это или нет. И мой обзор действительно честный, хотя он не профессиональный. Поэтому, если вам нужны нудные обзоры, пожалуйста, выключайте это видео. Прямо сейчас начинаем. Ну что ж, друзья, у меня на столе находится коробочка из-под Samsung Gear Fit. Замечательных новых часиков. Внутри абсолютно ничего примечательного. Вот такой маленький зарядничек на 5 вольт и 0,7 ампера. Заряжает достаточно быстро. И вот такая вот док-насадка, при помощи которой заряжаются наши замечательные часы. Ведь они пыли водонепроницаемы. Но давайте обо всем по порядку. Вот они, эти замечательные часики. Выглядят как браслет. На руке смотрится очень стильно и очень красиво. Это все выполнено из силикона. Достаточно мягкий. Но сразу скажу, на жаре рука потеет. На улице, между прочим, плюс 28 градусов. И я скажу вам честно, что рука под этим ремешком совершенно не дышит. Она потеет. Это липко и неприятно. Поэтому на случай жары я одеваю свои стандартные часы с титановым корпусом. В них как-то оно и легче и попрохладнее будет. Если посмотреть сбоку, то мы видим, что дисплей Super AMOLED, он изогнутый. Его разрешение 432 на 128 точек. Он действительно сенсорный, отзывчивый, как и любой гаджет от компании Samsung. Часы запускаются очень просто. Нужно сделать всего лишь обычные характерные движения, к которым мы привыкли, когда смотрим на обыкновенные часы. Но могу вам сказать, что эти срабатывания не очень удобны. В плане того, что на обычные часики ты просто раз и посмотрел. А здесь нужно как-то дергаться. Если их просто вот так поворачивать, они реально не реагируют. В то же время, вот этот самый прибор очень чувствительный. Когда ты, например, сидишь, кушаешь в ресторане, они тоже могут постоянно включаться. Либо не всегда срабатывают. Бывают случаи, когда ты недостаточно хорошо поднял руку и часы не срабатывают. Приходится запускать это кнопкой. Но со временем к такому привыкаешь и уже точно знаешь, как нужно двигаться, чтобы часы загорелись. В эти часы встроен акселерометр, гироскоп и даже снизу специальный датчик для измерения вашего пульса. То есть он считает количество ударов в минуту. Не всегда точно, но тем не менее это работает. Совместимость с различными телефонами S3, S4, S5. Ну все они, конечно, линейки Samsung Galaxy. Я лично являюсь обладателем смартфона Note 3, которые с ними абсолютно совместимы. Даже по стилю смотрится просто великолепно. Сразу отмечу, что это не единственный возможный ремешок, который можно сюда зацепить. На самом деле целая куча всяких ремешков продается разных цветов. И оранжевые, и белые, и черные. Если честно, мне кажется, что черный наиболее практичен. Но тем не менее это вот так легко вынимается. И часики начинают выглядеть вот так. Тоже довольно интересно. Снизу мы можем увидеть, что есть вот такие специальные замечательные контакты. Здесь и как раз применяется вот этот док-станция. Мы, чтобы подзарядить часы, подключаем вот таким образом. Там клипсы, которые фиксируют данную маленькую док-станцию. И уже в нее обычный мини-USB разъем от зарядного устройства входит как по маслу. Зарядка длится примерно один час. Аккумулятор здесь небольшой. Но благодаря системе Tizen, которая установлена в этих часах вместо Android, часы работают четыре дня. При том, что я являюсь достаточно активным пользователем этих часиков. Ну, по крайней мере на трассе GearFit показали себя очень даже хорошо. Знаете, если вы мне не верите, то я прямо сейчас утоплю эти часы на ваших глазах. Как видите, с ними все в порядке. Интересно, да? Давайте вкратце расскажу, чем эти часы удобны. Во-первых, они находятся всегда на постоянной связи с сотовым телефоном. Доставать его не всегда удобно из кармана. И вся информация об SMS-сообщениях, о сообщениях из WhatsApp и других всяких клиентов приходит прямо на часы. Обычно говорят, что вот первое устройство такого плана, если фирма выпускает, то первый блин всегда комом. Но об этих часах такого сказать точно нельзя. Первый блин получился удачным. Ну, а сейчас давайте вкратце пробежимся по меню данного гаджета. Лично я использую фактически все функции. Они мне кажутся удобными. Во-первых, на главной экране уже видно температуру воздуха. Он обновляет ее при помощи телефона. Также мы видим дату и время, что уже позволяет назвать это устройство часами. Самая интересная фишка, на мой взгляд, это, конечно, музыка. Мы заходим сюда и управляем плеером внутри телефона. Запускаем трек. Можем перемотать трек на следующий. Можем мотать внутри трека. Если это микс, то действительно очень удобно. Здесь можно подрегулировать также громкость. Действительно классная штука. Я ее пользуюсь при выездах, например, на природу, подключив телефон к колоночке. Сам тусуюсь сбоку, жарю шашлычки и в то же время управляю музыкой. Следующий пункт в меню это сон. Интересная вещь, потому что она фиксирует фазы вашего сна. Например, сегодня я спал 8 часов 22 минуты, из них 85% без движения, то есть находился в стадии глубокого сна. Именно поэтому я сегодня такой бодрый и веселый. Мы можем также посмотреть журнал моих сновидений, так скажем. В журнале написано, или точнее показано, фиксируется, сколько я спал в течение недели. В общем, все даты здесь записаны и сохраняются. Не знаю, правда, для кого. Мне это не особо-то и нужно. Хотя, с другой стороны, статистика может быть полезной. В разделе уведомления мы можем читать сообщения из WhatsApp, обычные смс-сообщения, пропущенные звонки. Можем читать сообщения из других клиентов, например, из ВКонтакта. Все это настраивается под вас и действительно очень удобно. Для того, чтобы посмотреть сообщения, нужно просто зайти вот сюда. Причем, мотаем вниз, нажимаем кнопочку на устройстве и абсолютно этот же самый чат открывается на самом устройстве. Не нужно заходить долго, он сразу откроет там, где нужно. Я считаю, что это очень крутая фишка. Дальше у нас есть настройка параметры. В параметрах спрятан, что бы вы думали, аккумулятор. Написано, сколько процентов осталось. Могу сказать, что часы смело держат 4 дня. Я вообще не думаю о зарядке. Все это благодаря операционной системе Tizen, которая не пожирает так много энергии, как прожорливый Android, который был встроен на первой версии часов Gear. На Gear 2 уже тоже стоит Tizen, и поэтому время работы их также увеличилось до нескольких дней. Всего лишь поменяли систему. Я считаю, что здесь никаких особых премудрости не нужно. Все прекрасно работает, все настраивается. Но многие жалуются на то, что вот, чтобы посмотреть батарейку, нужно сделать несколько свайпов и залезть вот сюда. Я считаю, что это все ерунда, потому что можно настроить клавишу на двойное нажатие. Вот здесь есть физическая кнопка. Итак, демонстрирую. Вот главный экран. Нажимаем дважды кнопочку и открывается. Ага, сразу настройки, где есть заряд аккумулятора. Часы соединяются с телефоном через Bluetooth. Работает все это быстро. И между прочим, что странно очень, экономит энергию. Потому что все-таки большой амоледовский дисплей телефона Note 3 действительно прожорлив. И вот этот Bluetooth, он даже не отображается в статье расходов батарейки. Настолько мало он потребляет в течение дня. Давайте посмотрим другие функции. Здесь интересным замером является измеритель пульса. Можно посчитать количество ударов в минуту. Я проверял данные, и эти данные совпадают с профессиональным тонометром. Запускаем измерение. Крайний мой замер был 78 ударов в минуту. Стандартно. А сейчас нажимаем запуск. Снизу загорается зелененький лазер, который фиксирует все микроскопические движения. Во время замера нельзя разговаривать. А вот этого я обещать вам не могу. 70 ударов в минуту, я спокоен, как танк. Ну что, едем дальше. Таймер достаточно неудобен, на мой взгляд. Тем, что неудобно вводить цифры этого тайминга. Например, я хочу поменять время, и вот должен тыкать плюсиком. Поменять вот, чтобы на 50 минут, и сколько раз нужно нажать, или вот... Ну, как-то так. В принципе, пользоваться можно. Здесь все ограничено количеством цифр. То есть, 99 это максимум, которую мы можем ввести себе, позволить циферку. Дальше просто нет. Они заканчиваются. Самый интересный режим, это, конечно же, бег. Во время бега, перед тем, как начать, мы нажимаем режим бег. И он будет фиксировать, сколько шагов мы пробежали, какое расстояние, сколько калорий примерно сожгли. Но самое главное, часы будут отслеживать наш сердечный ритм. Вот сразу же начинается измерение, которое будет вестись постоянно. И если во время бега ваш сердечный ритм зашкаливает, часы издадут вибрацию и дадут вам дельный совет. Ну, как будто занимаешься с физруком. Для чего здесь встроен шагомер, для меня остается загадкой. Наверное, чтобы эти часы были абсолютно независимыми, автономными. То есть, шагомер есть и в телефоне, и в часах. Причем в часах работает менее корректно, на мой взгляд. А результат засчитывается тот, где больше шагов насчиталось. Например, если браслет насчитает больше шагов, то эти данные зафиксируются внутри вашего телефона, как вот самые точные. Найти устройство. Это прекрасная штука. То есть, мы нажимаем кнопочку «Найти устройство». Вот, и если где-то телефон потерялся, например, упал под кровать, то мы его очень легко можем обнаружить. Он издаст звук. Браслет звонит на ваш телефон. Ну, я редко теряю на самом деле свой Note 3, ибо сложнее потерять лопату. Вы знаете, спустя целый месяц я могу вам сказать абсолютно точно, что часы Samsung Gear Fit действительно удобная и классная штука. Куда бы я с ними ни ходил, к ним какой-то необычайный интерес. Все говорят, ой, какое классное устройство. Посмотрите, оно выглядит как браслет. Оно действительно удобно, но только если пользуешься им в вертикальной развертке. Если мы говорим о горизонтальной развертке текстов, времени и всего остального, то это, ну, совсем неудобно. Приходится как-то ломать голову, выкручивать ее, чтобы посмотреть, сколько же времени. Поворот дисплея мы делаем вертикальным, и все становится каким-то вот таким. На руке это удобно. Сразу говорю, что любой человек, который купит эти часы, поломав голову день-другой, сделает так же, как я. Вот о чем я говорил. В часике это ображаются цифры как-то друг под другом, это не очень красиво. 17-42. Может, я хочу, чтобы они были в один ряд. Почему не сделали такие часы тоже? А, например, при вот таком вертикальном режиме неудобно просматривать, кто тебе звонит. То есть все выводится как-то бегущей строкой, очень мелко, слева направо. Согласитесь, неудобно. То есть, например, вывод вызова, кто же тебе звонит, сообщение, нужно все-таки показывать в горизонтальном положении, несмотря на вертикальную развертку. Надеюсь, я правильно выразился, потому что я порой сам не понимаю, чего говорю. Если честно, я бы хотел, чтобы следующая модель Gear Fit была в два раза шире. Это позволило бы очень удобно и в вертикальном положении считывать информацию. Вот, например, Gear 2 мне совершенно не нравится, потому что они квадратные и похожи на часы какого-то батана, который увлекается компьютерами. А повторив вот этот дизайн и сделав часики просто пошире, с таким же вогнутым дисплеем, мы бы получили офигительный гаджет, в который можно также добавить что-нибудь еще. Ну, например, камеру или микрофон. Хотя они и без того прекрасно выполняют свою функцию. Как я уже говорил с самого начала, часы связаны с телефоном, на которых установлена программа управления этими часами. Называется она Gear Fit Manager. Запускаем эту программу, хотя она, в общем-то, уже работала фоново. И здесь можно настраивать массу различных интересных штук. Ну, например, стиль главного экрана. Здесь можно менять различные цвета и даже установить свою фотографию. Показываю. Раз синенький, раз, пожалуйста, оранжевенький, раз вот такой какой-то зелененький. Либо просто обычные цвета. Конечно, стильнее всего он смотрится с черным цветом. Ну, посмотрите сами. По-моему, это факт. Дальше. Здесь есть различные выборы, варианты часов. Вот их как раз очень мало. Могли бы сделать и побольше. Например, мне неудобно, что некоторые часы отображаются в две строчки. Когда мы используем Gear Fit вот в таком положении, то здесь получается цифра 17, здесь 38 под ней. Не очень красиво. Могли бы сделать какие-то еще полезные варианты. Давайте попробуем выбор часов. Например, я ставлю часы, на которых отображается один и другой город. Вполне себе удобно, согласитесь. Дальше. Есть вот такие версии часов. Есть вот такие. Всего их 10. Это очень мало. Но я надеюсь, Samsung догадаются и добавят побольше. И как считается, самые красивые вот эти вот привлекающие внимание, которые и мое внимание привлекли, вот эти вот версии часов. Естественно, я использую то, что нравится мне. Часы наиболее информативные, где у нас есть время, дата и погода. Ну, что может быть круче. В закладке макет можно отрегулировать как угодно все вот эти значки, чтобы они отображались в определенной последовательности, в той, которая вам действительно удобно. Настраивается это все индивидуально. Здесь установлена программа «Фитнес», которая фиксирует все мои движения, сон и прочее. В общем, она связывается с браслетом и обменивается данными. Мне это сейчас вот нафиг не нужно, это обновление. Спасибо. Все эти данные здесь фиксируются, и потом, наверное, американцы следят и шпионят за нами. В разделе «Уведомления» можно найти некоторые настройки, например, «Ограничить уведомления», «Автопереход», когда мы сможем посмотреть содержимое с гир на мобильном устройстве при его поднятии. Или можно, например, отключить опцию, чтобы зажигался экран при получении сообщения, ведь это может быть неудобно. Ты не заметил, как пришло сообщение, а вот твоя соседка заметила сообщение от твоей любовницы. Собственно говоря, здесь настраиваются все службы, для которых сообщения будут выводиться на часики Gear Fit. Даже игры могут выводить свои всплывающие сообщения, что меня реально напрягает, и поэтому я все это нафиг поотключал. В параметрах что у нас находится? Жест включения, включение гир поднятием руки, запрограммировать можно двойное нажатие на клавиши здесь и на самих часиках, и прочее, прочее, прочее. Это все индивидуально и уже абсолютно не имеет отношения к делу. Потому что, посмотрев даже то, что вы уже увидели, можно понять, нравятся вам эти часы или нет. На сегодня все. Это был честный обзор Samsung Gear Fit. Замечательных часов от Samsung. Я действительно рекомендую покупать вам это устройство, и в отличие от Gear 2, оно действительно смотрится стильно и красиво, согласитесь, как будто это браслет. При этом устройство очень удобное, поэтому, покупая его, вы нисколько не пожалеете, и не будете похожи в нем на ботана, любящего все эти электронные прибамбасы, как если бы вы одели, например, Gear 2. Совершенно другой потрясающий дизайн, и такие часы носит сам президент компании Samsung. В том числе, скромно ношу их и я. Всегда ваш, Евгений Донец. Отвечая на основные вопросы, могу вам сказать, что я не являюсь профессиональным обзорщиком, и все эти обзоры снимаю для своего удовольствия, чтобы поделиться с вами своей радостью. Поэтому, когда вы просите меня снять HTC One, M8, или какое-то еще устройство, то я снимать это не буду, потому что у меня этого устройства в руках не было. Возможно, я рассмотрю такие варианты, и в будущем буду заниматься обзорами более постоянно, ведь они собирают сотни тысяч просмотров. Это приятно. Поэтому обязательно оставляйте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал. Периодически я буду радовать вас своими гаджетами, которые лично я, ну, просто обожаю. Да-да-да, я честно обожаю все эти гаджеты, я фанатею от них. И каждый раз мне хочется купить новую штучку, но останавливает меня только логика и адекватное мышление. Потому что все вот эти вещи я действительно использую по-настоящему от и до. Я беру вещь, зная, зачем она мне нужна, и в каких конкретно случаях я ее использую. А все лишнее я продаю или продаю по дешевке, или вообще выбрасываю. Если вам не нравится, как я говорю, как я выгляжу, моя мимика, мои видеоролики, не смотрите их. Вас никто не заставляет это делать. Другими словами, идите в задницу. Ну, а все, кто смотрит, меня огромное вам спасибо. И помните, как важны ваши лайки и ваши отзывы против этих злопыхателей. Ваши положительные отзывы, они стимулируют меня к новым покупкам и к новым честным обзорам. Я знаю, что скажу сейчас не в тему, но в Москве я занимаюсь организацией и проведением праздников. Свадьбы, корпоративы и прочее. Мне все по плечу. Мой телефон легко записать. 8-925-782-8625. А если честно, лучше посмотрите на мой новый сайт.